РАДИО БОЛТКОМ Надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой, вот это за кулисами, то, что там происходит, это, боже мой, всё это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком. Ходите на концерты классической музыки. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас сегодня из Москвы. И у нас сегодня гость, который также немножко связан с Ригой. Играл дважды концерты и, надеюсь, что ещё обязательно приедет играть для Рижан. И всем, конечно, хорошо знаком, потому что это мой любимый учитель, большой друг, Алексей Шевченко. Лёша, здравствуй. Лена, здравствуй. Здравствуйте, радиослушатели, дорогие. Алексей уже бывал в нашей студии. И представлю нашим слушателям, что это доцент Московской консерватории, преподаватель на кафедре старинных исторических инструментов, куда-то вот клавесиль, хаммер-клавер, все возможные клавишные инструменты. Но также он и исполнитель на всех старинных клавишных инструментах, на органе и на рояле. И специализируется на исполнении музыки от самой старинной музыки до XX века. И вот, Алексей, насколько легко вот такая полистилистика? Сначала играть с Муфата в Рискобальде, а потом на следующем концерте играть, например, ту программу, которую недавно ты играл в Дубне, произведения современных авторов, в частности, Гавриила Плакова, в которой произведения совершенно другой стилистики. Играть-то вообще такое дело трудное. Хотя Бах и говорил, что это нечего делать. Надо только нажимать на соответствующие клавиши. Но так если серьезно говорить, то, как правило, те люди, которые специализируются на старинной музыке, они либо окончательно с головой уходят в эту сферу, то есть перестают играть музыку XIX, тем более XX веков, а другие, к которым, по всей видимости, я тоже отношусь, возвращаются в итоге и к более поздней музыке. Но вот такой вот период, когда человек сосредотачивается только на старинной музыке, он необходим. То есть у меня были, наверное, несколько лет точно вот такого вот полного погружения только в музыку барокко. А потом началось такое вот освоение заново более поздних стилей уже с учетом вот того опыта музыканского, который дает старинная музыка. Ну и фактически ты в свое исполнение, можно сказать, предваряешься те заповеди исполнения старинной музыки, и тем самым отличается и подход, и к разучиванию, естественно, к исполнению этих произведений. Это неизбежно происходит. Игра становится более подробной. Просто человек так или иначе целый, он не может раздвоиться. Но кроме этого, действительно, в исполнительстве произошло некое замыливание каких-то приемов, способов мышления. Игра немножечко выпрямилась, особенно к второй половине XX века. Мы с тобой недавно совсем обсуждали, как вот мне случилось послушать подряд две преамбулы из «Карнавала Шумана». В одном случае это был Сафраницкий, великий музыкант, даже говорить нечего. И в другом случае это был Рахманинов. И записи эти были сделаны с разницей в 20 лет. Однако же, вот уже слышно, как мышление укропнилось. Вот этот запрос на масштаб, который есть, он, по всей видимости, был и в конце XIX века, но тем более в XX веке, особенно в советском исполнительстве, он нивелировал и разгладил частности в игре. И поэтому, как правило, те люди, которые связаны со старинной музыкой, их и на современных инструментах, и в современной музыке отличает игра более подробная, более информативно насыщенная. Я поняла, да. Наши слушатели как раз были, ты когда приезжал в Ригу с сольным концертом, ты их знакомил с музыкой Баха и современного автора, автора Юрия Вуцко. И ведь ты тогда еще и записывал диск с этой программы. Удалось реализовать этот проект? Тогда, если рижане помнят, Алексей Шевченко, наш сегодняшний гость, органист, мультиинструменталист, играл концерты в церкви Святого Павла, тогда еще они были благотворительные, и играл произведения Баха и современного композитора Юрия Вуцко. Да, проект этот, то есть диск уже готов, и он должен был быть издан, точнее, это два диска, это альбом, который состоит из двух дисков, и он должен был быть издан в 21-м году консерватории, но он вот сейчас отложен на 22-й год, что меня лично радует, потому что, поскольку начал я работу над этим диском еще в 18-м году, и многие треки, уже после того, как они были готовы и смонтированы, я потом их опять переписывал, включал какие-то удачные концертные записи, поэтому этот диск, в общем, с одной стороны, у меня уже есть мастер, мастером называют, вот, собственно, уже готовый к производству диск, но вот сейчас есть еще два трека, которые я намерен поменять, вот, в частности, этот диск будет записан на нескольких органах, в частности, вот этот самый орган Валькера в церкви Стол Павла в Риге, и оттуда несколько треков остаются, но вот два трека, записанные в Риге, я все-таки поменяю. Ну и, кстати, перебью тебя, кстати, записывал Борис Переверзев, это санкт-продюсер также и моего диска «Все органные токаты Баха», и, наверное, это вот как раз был первый опыт вот такой записи у Бориса Переверзева, и я очень рада, что это было тогда именно в церкви Святого Павла. Вообще, запись диска – это, конечно, очень трудоемкое, сложное дело. Вот скажи, ты сказал несколько органов, то есть один орган – церковь Святого Павла. Какой второй орган? Ну, это будет Малый зал консерватории в Москве. Александр Шуки. Да, Шуки, да. Это, принципиально, другой концепции инструмент. Если в Риге это инструмент позднеромантический, то в Малом зале это необорочный инструмент, то совершенно иначе звучит, там совершенно другая акустика, но для разных пьес хороши разные органы. Но также в этом диске звучит и орган Зауэра, в чем-то родственный вот этому рижскому валькеру, хотя он, может быть, в еще большей степени романтик, этот Зауэр. Это орган 1898 года, и установлен он в лютеранской церкви Петра и Павла в Москве. Ну, кстати, этот орган – почти полная копия органа, который установлен в Рижской старой церкви Святой Гертруды. Они настолько похожи и внешне, и по регистрам. И каждый раз, когда я играю в Москве на этом органе, всегда сразу с теплом вспоминаю именно Ригу, потому что органы невероятно похожи. Хотя вот, например, для органов валькера это не настолько типично, не настолько похоже, но тоже есть один пример, когда, например, абсолютно разные инструменты – это орган Домского собора, где сейчас уже, кстати, дорогие друзья, проводятся концерты, обязательно приходите. И органы в церкви Святого Павла – это абсолютно как будто разные даже органные фирмы. А вот, например, такой очень похожий инструмент в церкви Святого Павла установлен в Петербурге. Там есть небольшой инструмент, и по звучанию, и по тембрам, и по строению очень похожий инструмент – это… Ох, у меня вылетело, хотела рассказать, и вылетело абсолютно из головы, как называется эта церковь. Ну что ж, Алексей, давай вернёмся к твоему диску с программы Баха и Буцко. Получается, будет три органа. Кто выпускает этот диск? Когда его можно будет услышать и приобрести? Выпускает его Московская консерватория, у которой есть своя студия звукозаписи. И издательство своё есть. Да, своё издательство, да. Свой лейбл, который… Они тоже продают эти диски по всему миру, как выяснилось. И надеюсь, что в 2022 году это всё-таки произойдёт, потому что вообще изначально… Ну, изначально о диске-то речи не шло. Но в 2018 году был юбилей Юрия Марковича. Дело в том, что в 2015 году его не стало. А в 2018 году проводился фестиваль в Москве, в Петербурге, в Дубне. И это фестиваль, который называется «Стам-фестиваль». «Стам» – это аббревиатура. Фестиваль старинный… Извините, на старинном языке… Да, современный. Фестиваль современной тональной академической музыки. Почему именно тональной? Это как раз с этим связана концепция этого фестиваля, художественным руководителем которого является гениальный пианист Алексей Чернов, лауреат конкурса Чайковского, также замечательный композитор. Он пять лет уже этот фестиваль возглавляет. До этого его возглавлял и, можно сказать, придумал этот инструмент Юрий Кудряшов, человек с такими широкими интересами в музыке, в том числе, но вообще он литератор. И идея этого фестиваля именно в продвижении русских композиторов, русских советских композиторов XX века, которые были, скажем так, заслонены какими-то фигурами в большей степени магистральными или более распиаренными, как сегодня говорят. И этих имен огромное количество. Как выясняется, что мы не только плохо знаем русский XVIII век, но, наверное, еще хуже мы знаем и русский XX век. Так уж получается, что нужны сверхусилия для того, чтобы эту музыку все донести до слушателей. И вот такую благородную миссию взял на себя Алексей Чернов в последние пять лет. И вот в тот год, в 2018 году, фестиваль был посвящен двум фигурам – Юлиану Крейну и Юрию Буцко. И вот Александр Лестратов, мой друг, Виолан Чилис, замечательный, собственно, меня затянул в этот омут, сказал, что вот у Буцко много органной музыки. Я, к своему стыду, я знал, что эта органная музыка есть, но, опять же, тогда… Что целых две тетради написаны. Да, да, да. Но в рекрутуаре ничего не было. Эту музыку уже играли и записывали. Вот моя замечательная коллега, наша с тобой замечательная коллега Любовь Башировна Шишханова, которая давнишний друг семьи Буцко. Она записала обе эти тетради. И вот я выяснил, выучил большую часть, скажем так, второй большой органной тетради и перемежал Буцко с Бахом. Ну, это вообще такой известный способ пропаганды современной музыки. Это перемежать ее с сочинениями такими более известными. Но в то же время сама по себе концепция тоже… не то, что совсем нова, то есть мы часто видим органные афиши Бах и немецкий романтизм, Бах и традиции лейпцигской школы, Бах и французская барокко. То есть понятно, что Бах – это композитор, который всю жизнь находится в центре внимания большинства органистов. И органистов, и слушателей. И слушателей. И слушателей, и не в последнюю очередь, да. И так получилось, что у Буцко всего две тетради, вот таких основных. И первая тетрадь более ранняя. Там он опирается на традиционные органные жанры, там токата, пассакали. То есть открываешь, понимаешь, да, это органная музыка. Опирается он там на, в этом смысле, на западную традицию органную. А вот эта вторая большая органная страсть написана в 2010 году. То есть это музыка уже 21 века. И это его последнее сочинение. И вот через всё сочинение проходит образ птицы-алконоста. Алконост – это что-то вроде вещей птицы. Птица, которая является проводником между небесным и земным мирами. Она как бы возвещает на земле правду горнего мира. И всё это очень подробно прописано прямо вот в партитуре непосредственно. И здесь, в отличие от первой тетради, здесь он, Буцко, опирается на своих любимых римского-корского, мусорского, то есть вот на поздний русский XIX век. Может быть, есть какая-то такая дальняя ассоциация с золотым петушком, но золотой петушок – это персонаж такой злобный. А здесь этот алконост и предостерегает от беды. И в самых разных контекстах звучит его музыка. И в какой-то момент мы чувствуем, что автор через этот алконост как бы говорит уже от первого лица, то есть соединяет себя с ним, с этой птицей. Мы часто видим изображение этой птицы в русских лубочных картинках. Это такая птица с женским лицом. И вот у него есть в цикле здесь девять пьес. В каждой из них звучит так или иначе крип этого алконоста. И у него есть свой лейтмотив. Лейтмотив, я поясню нашим слушателям, что это такая тема, которая повторяется неоднократно. И вот называется поэтому лейтмотив. Да, и я в какой-то момент вдруг понял, что лейтмотив этот интервально совпадает с началом хоральной прелюдии Вирглаубен из органа Себастьяна Баха. Да, там очень такое необычное и довольно эксцентричное для Баха начало. И, ну, за исключением фаршлага, лейтмотив этот совпадает. И Вирглаубен – это хорал кредо. То есть совпадает с той частью богослужения, где читается символ веры. И вот мне показалось, и просто в смысловом отношении тоже вот этот параллель интересный между вот этим криком Алконосты и вот этим символом веры, кредо у Баха. И тогда родилась идея вот именно чередовать Буцко и Баха и составить программу попарно, где, как правило, я усматриваю какие-то параллели между Бахом и Буцко. Так вот, первая пьеса, где возникает вот этот крик Алконосты впервые, с которым начинается весь цикл, называется «Утро, рассвет, крик Алконосты». Так она и называется. И вот вслед за ней звучит вот эта хоральная прелюдия Баха. Слушай, Алексей, а как вот принимает публика вообще произведение Буцко? То есть понятно, что Бах это принимает на ура, а вот именно произведение Буцко, как они звучат и какое восприятие слушателей? Замечательно принимают, потому что музыка очень яркая, очень образная. И есть какой-то больше такой психологический барьер и у публики, и у музыкантов перед музыкой XX, и тем более XXI века. Но часто эта музыка, которая написана нашими современниками, она нам, в общем-то, иной раз бывает и ближе. Просто, ну, есть такая определенная инерция у нас. Мы привыкли к каким-то именам, которые для нас превратились в бренды. Имена эти от этого хуже не стали. Ну, а все-таки насколько ближе ты считаешь именно XX-XXI век, чем музыка барокко? Мне как исполнителю кажется, что когда играешь старинную музыку, она как раз действительно очевидна и понятна. А вот XX век, тем более XXI, то есть взять ту же органную музыку, того же миссиана, вот насколько публика легко может воспринимать эти произведения? Хотя, мне кажется, Буцко более понятен, чем миссиан. Ну, конечно, потому что это наш национальный композитор, который апеллирует так или иначе к нашей, так сказать, культурной памяти. То есть ты считаешь, что французам миссиан будет более понятен, чем наш Буцко? Возможно. Мне трудно связать с детьми французами. Это неизбежно происходит, потому что музыка – это явление, которое в каком-то определенном историческом контексте существует. И часто это даже раздражает, когда на каких-то фестивалях, если ты итальянец, то тебя обязательно ждут в итальянском. Итальянская музыка себе. Если ты немец, играй бак, если ты русский, играй глинку в ряда на семь соловья. То есть это, с одной стороны, какой-то уже такой трюизм, но, с другой стороны, за ним взлетная правда жизни стоит, потому что, конечно, музыка – это язык, язык, который никаким образом не оторван, от жизни народа, как Глинк – это знаменитая его фраза, что музыка создает народ, а мы композитори только и аранжируем. Сейчас много есть иронии по поводу этой фразы, что она такая, в общем-то, и была изначально ироническая. Но, тем не менее. Ну да. Фактически ты сейчас увлечен, можно сказать, русской музыкой, и этот диск Бах-Путско, и вторая твоя запись, ведь тоже это русская музыка, насколько я понимаю, неорганная уже, да? Сейчас, да, вот этот диск выйдет, похоже, что уже в 2021 году, во всяком случае, все уже пошло на завод. В 2021 ты имеешь в виду вот сейчас успеем, до декабря выйти, до Нового года. Да, это будет диск, где много исполнителей, и он тоже, это двойной альбом, то есть два диска, строго говоря. И там будет играть Михаил Дубов, пианист, и он очень известен как интерпретатор современной как раз музыки, но вот у него всегда была такая любовь к ранней русской музыке, к русскому салону, он делал много таких программ. И вот он же, Марию Успенскую, мою супругу и замечательную нашу профессинистку, и меня позвал вот в этот проект и тех музыкантов замечательных, с которыми мы играем. И вот с Михаилом Дубовым там играют Марина Которжнова, Ольга Калинова, и поет Ольга Гречко, а вот в дуэте с Марией Успенской играет Фатима Лафишева. Тепорочная скрипачка, да, конечно. Да, я немножко расскажу, да, начиналось мое творчество. Да, они записали сонату Максима Березовского на клавесине, и запись эта осуществлялась в Большом зале Московской консерватории на тамошнем клавесине. Это клавесин в модели бланше от 1730 года. Копию выполнил в ателье Нойперта немецкий инструмент. И вот они записали сонату Максима Березовского. Мария Успенская записала сонату Бортнянского в ряции Василия Семеновича Караулова на тему песни «Ах, тошно мне», если там точнее «Ах, как тошно мне, тошненько в этот мне годочек, а еще того тошнее в этот мне денечек». Такие слова. Это музыка эпохи русского сентиментализма. Собственно, это вот та музыка, которая была заслонена, в свою очередь, фигурой Глинки. Так получилось, что и сам Глинка, скажем, о Бортнянском высказывался там, как точно так пренебрежительно, что это там, не помню, как он его называл, «Зефир Медович Патока» или, в общем, как-то на какую-то слащавость Бортнянского намекал. Хотя сам, в общем-то, такой достаточно тоже… Сентиментальный композитор, да. Сентимизированный композитор, да, в не меньшей степени, чем Бортнянский. А потом эту идею о том, что Глинка был первым профессиональным русским композитором, в общем, продвигали кучкисты. Они тоже так немножко Глинку недолюбливали как человека, считали, что он как-то слишком такой капризный Бадин. Но музыка его, ну а в первую очередь это «Жизнь за царя», конечно же, та опера, которая очень вписывалась в музыкально-идеологическую концепцию «Могучей кучки», вот она была поднята на щит и объявлена была первой профессиональной русской музыкой. Получилось, что вся русская музыкальная культура за сто лет до Глинки в 20-18 век, он как бы был немножечко вычеркнут. И вот получается, что да, иногда, чтобы для современников проакцентировать какое-то прогрессивное явление, как его продвинуть, пропиарить, мы говорим, вот это впервые в истории. Но вот когда мы понимаем это слишком буквально, то вот бывают такие вот серьезные издержки, как это получилось с нашей музыкальной культурой эпохи классицизма и эпохи сентиментализма. И этот диск, который вот сейчас был записан... А что ты там играешь? То есть ты перечислил всех, кроме себя? Да, я не перечислил еще Александра Лестратова, с которым я играю, ну, которого я уже упоминал сегодня в передаче в связи с его инициативой, так сказать, внедрить меня в стану. В 20-й век, 20-й, 21-й. Да, и вот мы с Александром записали сонату Ильи Ивановича Лизагуба для виолончели и фортепиано. Это одна из первых русских сонат для виолончели и фортепиано, именно где фортепиано уже облигатная партия, то есть выписанная, не баса-контину, не цифрованный бас. Давай немножко поясним нашим слушателям, что такое облигатная партия, баса-контину. Дело в том, что, да, и во времена баха, и, конечно же, в России тоже писали, например, партию солирующий инструмент, в данном случае виолончели, а партию клавира, просто выписывали басы и писали такие замечательные цифры, там 6-4, цифры 7 и прочее. И музыкант должен был отличаться сообразительностью и уметь складывать эти все интервалы, и поэтому назывался генерал-бас или цифровой бас. А облигатная партия – это когда уже была выписана и партия левой руки, и партия баса, и партия правой руки. И, ну, это могла быть аккордовая фактура, но, тем не менее, это уже именно воля композитора, не предполагающая никаких импровизаций. Цифровой бас – это все-таки фактически каждый раз предполагало то, что исполнитель сидит, импровизирует и придумывает сам новые мелодии. То есть такое определенное сотворчество. И еще немножко расскажу. Вот Алексей Шевченко, наш сегодняшний гость, доцент Московской консерватории, очень яркий исполнитель в России и дважды приезжал в Ригу. И вот также он приезжал со своим коллегой, другом Александром Листратовым, который организовал много лет назад барочную капеллу «Золотой век», куда входят и Алексей Шевченко, и его супруга Мария Успенская, а также вот сегодня прозвучавшая барочная скрипачка Фатима Лохишева и другие исполнители. И именно этот коллектив специализируется на исполнении, вот как-то верно было написано, исторической интерпретации. То есть это не только старинная музыка, но также эпохи барокко, Германии, Франции, Италии. Но это и русская музыка, которая действительно была забыта. И коллектив один из первых в России, вот на мой взгляд, обратили внимание именно на русскую музыку, которую затем подхватили и другие коллективы, которые сейчас также помогают возрождать эту традицию. Но вот мне кажется, что вот именно ваш коллектив «Золотой век» одним из первых обратился именно к русской музыке. И часто я помню ещё в Кусково вы начали принимать участие с 2011 года, Саша и потом уже вся капелла. И вот включали именно произведения и Бортнянского, и других композиторов как бы до Глинки. Все действительно считают, что Глинка, а потом уже и до него ничего не было. Это, конечно, очень интересно. И вот такое сподвижничество очень радует. Вот всё-таки скажи, вот твои программы, как вот сейчас, что тебе интереснее играть? Вот эту старинную русскую музыку, 20-й век, 21-й или того же Баха, вот именно вот на сегодняшний день. Сейчас уже невозможно так вот сказать, потому что когда ты погружаешься в сочинение, то... То есть если бы мне было интересно играть только Бах, только Барок, то я бы, наверное, так бы и остался бы именно вот в этой старинной музыке. Раз всё-таки есть какой-то интерес и к более поздним стилям, значит, не могу я вот так вот сделать выбор. Вот ты, Лена, сказал про композиторов, которые жили в России до Глинки, работали. Это было ещё и огромное количество иностранцев, немцы, итальянцы. И часто, может быть, мы как-то немножечко это глупо, но мы стесняемся того, что русскую музыку писали иностранцы. Так вот, первая русская опера, по сути, была написана итальянцем Франческо Араи. Она называлась Цефалы Прокрис. А на каком языке? Часть, половина на русском, половина на итальянском. Там текст Сумарокова. Поэтому мы вправе считать её первой русской оперой. Писали русские композиторы, по сути, итальянские оперы, как тот же Барнянский или Пётр Скоков, которые учились в Италии и были такими активными участниками вот этого общеевропейского музыкального процесса. Были замечательные клаверисты иностранцев, такие как Иоганн Бельгельм Гесслер, который тоже в Кусково у тебя на фестивале звучал неоднократно. Джон Фильд гораздо более известен, поскольку он был фортепианным учителем Глинки, Верстовского. И у многих других русских музыкантов в XIX веке. И вот как раз на этом диске, который сейчас в консерватории выйдет, Михаил Дубов играет сочинение Джона Фильда, Ноктюрна его в частности. Именно Джон Фильд был изобретателем жанра Ноктюрн в его общепринятом сегодня смысле, как такой мечтательной романтической пьесой. Обычно, когда мы говорим о фортепианной Ноктюрн, то на ум приходит Фредерик Шопен. Но Фредерик Шопен в данном случае подражает Джону Фильду, который был ирландцем, учеником Клименти. Клименти привез его в Россию. И ему так в России понравилось, что он провел здесь всю оставшуюся жизнь. Есть вот такие авторы русские, как Илья Лизагуб, вот про Санату Виланчельную, о которой я рассказал. Хотя сейчас, так сказать, в русском и украинском сегментах интернета, как сегодня принято выражаться, существует такая определенная, так сказать, борьба, чья же это все-таки культура, чья же это музыка. Вот украинцы там говорят, что, мол, вот Бортнянский с шести до семи лет в Глуховской капелле учился, потом приехал в Петербург в семь лет и привез туда богатейшие традиции украинского многодолженности. Украинский композитор. Если мы в МСЛП набираем, например, это нотный сайт, от которой мы сегодня все качаем ноты, он англоязычный, и там на английском букве написано Дмитро Бортнянский. А, Дмитро, прекрасно. Вот Лизагубы, они тоже были такие украинофильствующие авторы. Вот, собственно, я там играю сольную в ряцию, малюсенькие, Александра Лизагубы. Было всего три брата. Музыкантами были двое, Александр и Илья. Вот Илья был автором релончельной сонаты, а у Александра много вариаций. Но у него вариации как на украинские народные песни, так и на русские народные песни. Поэтому вот вопрос о том, что, конечно, культуру нашу вот так вот разделить невозможно, и это очень искусственно, когда начинается вот такой вот делёж, это, так сказать, это наше, это бы у нас украли. Дорогие друзья. Да, тоже у Лизагуба, у Александра Массо-Ноктюрнов, тоже в подражании Фильду. Они были, как часто это было в истории русской музыки, военными. И Илья Лизагуб, который написал релончельную сонату, он был участником Бородинского сражения. Александр Лизагуб был участником сражения под плевны наполеоновских войн и так далее. И вот это были офицеры, которые были ещё и потрясающими музыкантами. Алексей, я тебя перебью, потому что наша передача подходит к концу. Как ты не торопишься рассказать нам историю русской музыки с украинскими корнями. Я хочу всё-таки, Лен, поблагодарить Петра Айду за то, что он предоставил нам для записи инструмент Бродвуда. Это фортепиано 1820 года, на котором мы записали вот эту сонатскую музыку. Так что, дорогие друзья, у нас был Алексей Шевченко. До новых встреч. Следующая встреча с Алексеем Володиным, пианистом. До свидания. Всегда ваша Елена Привалова.